здравствуйте зрители моего канала это опять айончик айон и значит будем продолжать значит здесь играть грубо говоря и в общем то кто спрашивал отвечу на вопросы что до какого уровня я собираюсь качаться и какой смысл мне качать этого лучника да для каких целей я его качаю отвечу сразу что вот в общем то все до 36 его докачал больше его качать не буду почему потому что в общем то у меня в планах все-таки одеть недостающие значит недостающие части моего лучника какую тут кнопку до статуса нажимать п то есть у меня в общем то есть пвпшное тело есть пвпшная серьга вот и по-моему что-то еще у меня пвпшная было пвпшные ботинки все остальное у меня в общем то значит элитного легионера 6 ранга то есть у меня шмотки чмошная вот который я собираюсь значит заменить и в общем то лук лук у меня длинный лук кромет у меня их аж два вот у меня еще один а нет не этот где-то тут еще был один такой же в общем я буду их сейчас соединять между собой точить и в общем то вставлять камни в складе у меня наверное ничего такого нету и даже какие-то точки в общем по сбрасываю все вещи которые у меня здесь есть я не понимаю чё ними тут вообще делают на складе нету места я вроде бы это все должен был отдать кенту скорее всего но почему-то не отдал ладно он мне передал значит камушков на фэк рит 10 уровня и фэк рит 8 уровня все остальные камушки ему отдам пускай он их день быть себя впарит мне не нужны не нужны вообще а я пойду где-нибудь на аукционе гляну камушки получше посредники аукцион а как же не там правильно пишется с и крит удару так вот напишу сет . крит что такого ничего не нашло с большая наверно да и после точки я не уверен но возможно пробел фэк рит удар значит . удар пробел плюс ну 9 нет смысла 4 нет смысла расставлю по цене здесь есть можно как по цене распределить 6 но у меня самые крутые 10 посмотрим сколько они вообще стоят по миллиону каждый нихера блин дорого властенько психи что ли если пачкой покупать то дешевле по 300 50 тысяч до итого 8 миллионов но я не думаю что на 11 или на 12 будет дешевле хотя есть и дешевле есть и дешевле вот эти камушки некоторые из них довольно таки дешевые а 12 интересно есть такое вообще вообще он стоит ну уровень 50 на самом деле то есть я не смогу вставить их нормальные шмотки он есть камушек но тоже 50 значит скорее всего мне надо 10 уровень это самые я так понял крутые которые в общем то могут влезть в шмот 40 уровня уровень 40 я попробую я попробую поставлять эти камушки эти 10 если нет тогда буду вставлять восьмого смотреть значит загоняю быстренько за луком в мархеме по моему есть этот лук и куплю себе шмотки которых мне не достает насколько я помню у меня в общем то есть почти все необходимое надеюсь по крайней мере так вспомнить бы где за серебряные монетки судя по всему здесь можно купить вот начнем с лука вот пятого ранга на 36 уровень вот его я и хочу купить купить как он собственно будет выглядеть на мне тоже скелетный зараза придется за трансмутить его в какой-нибудь нормальный ну ничего страшного ладно и доспехи тут есть два типа доспех оба они желтые одни короче которые дают мне силу магии но они мне такие не нужны а вторые которые дают ну не силу магии короче скорость атаки вот перчатки неплохие значит возьмем перчатки и щитки к сожалению не хватает у меня валюты странно что мы это не предусмотрели но наверное мне придется просто купить эти монетки серебряные пока что обойдусь одними перчатками вот эти продам потом так сколько мне еще нужно мне надо во первых штаны и эти нужно значит 80 90 да у меня только 28 еще увидимся ну хотя бы луку пилу тоже хорошо теперь самое важное вот я лук купил теперь самое важное все таки вставить вот эти вот камушки плюс 10 критам получится ли мне это сделать или нет вот значит значит без усилялок без нифига ну попыток я не знаю пять пускай хм а можно тут вообще поставить блин блин вообще печально на самом деле не хочет камушки эти вставляться только один не знаю может надо желтый или нужно все таки активировать эти как их называют как они тут есть называются усилители камней а то я просру сейчас все свои деньги и так ничего не вставлю никаких камней а лук это самое основное во что нужно вставлять камушки эм спрошу кента нужны ли какие нибудь катализаторы потому что он там свое оружие вставлял Камни И найти бы где эти катализаторы Купить можно было бы Я могу продать Или может и хреново Может нужны желтые камни Музыка Самые дешевые А попробую он купить 17 штук И попробую купить катализаторов Возьму со склада денег Всего доброго Ум... Так, эм... Блин, тридцатый говорит. Оставляются и сороковые, но туго. Не знаю, если сейчас я прострул эти вот все камушки, которые я купил... Вот, эм... Тогда... Конечно... Так, а чё оно не пришло мне? Они разве не сразу приходят? Или они не на почту приходят? Если не получится купить, то куплю тогда... Эм... Не сразу у меня, блин... Попыток... Как здесь поставить максимум попыток? Семнадцать, я не знаю... Семнадцать, усиление... Семнадцать, усиление... Семнадцать, усиление... Давай, давай! Ебать... четыре камня блин четыре камня блин давай наконец-то блин четыре грёбаных камня блин а такая такой тупоры лишь и шанс блин так если у меня еще длинный лук кромет но его наверное этим этими точками не заточить попробую конечно короче буду покупать на 8 так . крит . удар . так плюс 8 они должны быть дешевле мне кажется эти вообще 60 и блин ограничения поставлю я не знаю 50 не им пофиг они синенькие да попробую поставить просто чё никто не продает такие во блин херова если честно потому что на 10 дорогого сенька я реально банка банкротом стану кин говорит купить штук 100 да какой нахер 100 как я блин 100 куплю сколько у меня 26 главное лук точить все остальное я уже буду точить потом да ну не гоните давай 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 есть все отлично сейчас спрошу так два лука точить сразу плюс 15 или когда совмещу мне главное лука шмотки ну буду дохнуть ну и ладно ладно значит пойду их совмещу пока эти два лука может даже придется какой-нибудь транспортик сделать не знаю сколько это будет стоить я слышал дорого снимать трансмута ставить не так уж прямо дорого блин ну кент говорит лучше сразу вточить хотя по моему разницы нет ну ладно я конечно точно не помню но . по моему не слетает если их совместить короче ладно я совмещу сразу вначале совмещу а потом так чувак меня впервые видит сюда ты врешь я уже с тобой разговаривал совмещение двух оружий возьмем значит двадцать шесть тридцать шестую пуху которая дает нам скорость атаки плюс 13 процентов совместимые с луком кроме до который нам ни хрена не дает кроме атаки вот плюс еще 600 чем-то аденок до совместить есть теперь у меня восемь камней в шмотке и тринадцать процентов скорости атаки хотя бы лук чтобы дамажить все таки мне как лучнику дома в приоритете не я считаю а он в этом плане на аукционе нету камней плюс 8 на 30 лавала только плюс 10 на 40 но они дорогие ну как дорогие не то чтобы сильно но сто штук не купишь как кент рассказывает это сколько там надо лямов отдать блин за это я понимаю что криты когда будет много критов это будет очень круто но так точки точки может даже какие-то точки у меня будут я херово у нас 9 33 может проконать . у меня есть хорошие точки тут имбовые пойду ломалок куплю вот значит через час где-то и начнется у нас адская пвп надеюсь вам что-нибудь нужно вы недостаточно силы катализаторы вы самый симпатичный дф из всех с кем меня сводила жизнь так но пока 20 штук мне достаточно будет стоит они они херню конечно но мне пока много не нужно подлагивает слегка в городе игра надо будет глянуть сколько там онлайн возможно дохера так туника пламени блин а что тут можно вот это можно распылить этот посох можно распылить щит не знаю кольца наверное нельзя ботиночки лишний лук кроме то нету места да дай угадать да нету места камушки подсбрасываю можно было бы продать мусор в начале весь так мне тут есть даже по моему где-то желтые шмотки я видел или я туплю наверно желтый я бы уже сразу отдал бы нет нету ну и ладно я тоже рада тому что ваш капитал увеличивается наделаю себе точек посмотрю может какие точки даже не нужно будет покупать ну чё 50 уровень это хорошо или нет так точки нужны быть не меньше 20 левелов плюс да ну это для стопроцентной заточки да Играет музыка. Некоторые точки я поддаю кенту. Пускай продает. Блин, денег просру на этого отвинка и охерею. Короче, чтобы точить мне этот лук, должны быть пятьдесят шестого. Ну, где-то так я и сделаю. Просто до десяти точишь, если точить точками на плюс двадцать выше, да? Ну, допустим, у меня тридцать шестой лук, к примеру, да? Вот, мне надо сорок пятьдесят шестыми точками точить. И тогда вероятность того, что я ее сломаю, невелика вообще. То есть, там, скорее всего, не сломаешь вообще. А, значит, желтенькие все можно отдавать кенту. Я, наверное, я же в гильдии в нашем регионе. По-моему, тут можно скинуть их все в регион. Потому что мне сейчас продавать впадло. Ага, понятно. Этот гамнук, блин, меня даже право не дал сбрасывать. Ну, его проблемы, короче. Ну, такого уровня точки, наверное, никому не нужны, если честно. Приветствую. Вот, значит, все вот эти вот желтенькие я сбрасываю в банк. Мне должны быть, как минимум, беленькие. И то не все. Тут вижу, есть чмошные беленькие. А вот, таких, какого цвета, конечно, хороши. Блин, где бы тут магазин найти? Ну, ближайший магазин, я знаю, где-то он. Даже здесь, по-моему, есть ближайший магазин. Не? Продать. Не дают мне возможность продать? Говорят, денег нету. Неужели тут столько людей, блин? Хотите что-то купить? Так, продам вот эту вот фигню всю. Чародей. Страж. И вот это. Да, денег выручил, конечно, миллиарды просто. Просто миллиарды. Ой, ладно. Приветствую. Так, а ничего у меня другого нету больше, а че я вот эти щитки не распылил, вот это оружие, пистолет не распылил, все остальное по моему пылить нельзя, но я конечно попробую эти вот шлемы все, но мне кажется что шлемы нельзя пылить. Всего доброго. Да, шлемы нельзя, вот эти вот можно штуки. А ну шеи можно интересно пылить? Тоже нельзя, но пистолет можно. Значит все шапки вот эти вот отдаю. Хотя тут смотрю некоторые шапки не хуже моих. А не, хуже. Тут есть конечно на фэкрит, но я там немножко себе специально оставил этого, как он называется, точности, чтобы меньше промахиваться. Как ни крути, точность тоже очень важная характеристика. Без нее, к сожалению, очень часто промахиваешься. Bi-кью-шам. Без нее, в аромат. Без нее, в аромат. А вот такие вот маленькие, которые не встречаются в себе, но в этой неделе они пригодятся. А вот – еще раз. А вот и – еще раз. А вот дорого. А вот и что «эр-эр». Поехали я теперь огонь. И еще раз. То сегодня. И еще раз. А вот видите, что я так и люблю. В общем, вообще-то правильно, допустим, вот я сейчас попробую один раз вточить какой-нибудь 46-й точкой, допустим, да, или пару раз, правильно эти точки продавать, вот, видишь 46-ю точку, продавай её 100%, вот, просто продавай. И 47-е продавай, сразу же, почему, потому что, так, почему, потому что, ну, она с большой вероятностью сломается, вот, прямо с большущей вероятностью, зараза, сломается, это точка, и получается, что ты деньги потеряешь, как бы, вот, если бы ты её продал, ты бы заработал там, ну, я не знаю, допустим, Вот сколько она там стоит, сейчас пойду и гляну, сколько стоит эта точка. Вот, есть вероятность, что я обе точки сломаю, вот, обе 46-го уровня точки сломаю, а есть такая вероятность, что я заточу, допустим, какой-нибудь 55-й, да, а потом 46-й точну и сломаю. И я, получается, просрую и 55-ю, и 46-ю, я потеряю в два раза больше, чем потрачу, допустим, да. Так, ещё складом, мне не склад нужен, мне нужен этот. Мы сейчас посмотрим, допустим, 46-я, волшебный камень, да, даже не волшебный камень, а мы просто пропишем в скобочках, ур.46. Вот, стоит она, ну, там, ни много ни мало, вот, до 100, да, а, допустим, 50-я... Вот эти камни все плохие. 56-й ещё более-менее, вот, допустим, 56-я... Ладно, нет, 56-я, 58-я... Ну, 58-я... Немножко дороже, да, в два раза дороже, но она зато заточит 100%, вот прям вот тупо 100% заточит. А эти сломают. Так, зачем мне там рисковать, если я заплачу примерно в два раза больше и заточу 100% на столько, сколько хочу. Вот. Не такие уж они тут и дорогие. Блин, а здесь нету автоточки, блин. И вот я сейчас на 10 заточу... Да ладно, 58-я сломалась. 36-я и 58-я должны быть 100% точки. Ну, практически 100%, ну, это, наверное, скорее исключение, чем вероятность. Чем меньше точка, тем больше вероятность, что она не заточится. Урон от пухи растет и растет. На плюс 10 заточу именно этими точками, а потом возьму на чуть ли не 30 левелов больше. А вот эти вот все, их надо просто продавать. Они не нужны, кроме вот этой, конечно. Как видно, даже без катализаторов довольно-таки неплохо точится. Я пробовал, когда-то давно я точил этими вот чмошными точками. Причем даже не просто чмошными, а вот 36-ими точил. Блин, сколько ж это... Это мучений, блин. Она... Каждая там... Только третья проходит. Ну, то есть там на 5, если заточишь, просрешь камней, наверное, штук, блин, 20, да? И заточишь только на 5, и то не факт. Вот. А 20 камней, ну, согласитесь сами, блин, продать их по 100, и купить, блин, нормальных, допустим, таких вот 10, и ты точно заточишь на плюс 10. Ну, вот, все, заточил на плюс 10. Вот. Теперь куплю такие же шкамушки. Такие же шкамушки, только... Вот где-то... 30 лвлов разница. Это 60... Какое у меня тут есть? 62-й. Блин. 66-й херово поиск. Есть такие? Обратите внимание, 66-е, блин, дешевле стоят, чем некоторые высокого уровня, блин, то есть низкого уровня. Можно было вообще таких вот купить, блин. Нужно мониторить. Я вот сейчас вот неправильно поступаю, я не мониторю, блин. Одну вот эту точку свою просру. На 11 она должна вточить, надеюсь. После 10 точки очень опасные. Я могу заточить на 14, а потом на 15 сломать. Так обидно. Ну и последняя точка. А, все, 15 лук у меня. Лук на 15. А, ну божик я в него вставлять пока не буду. Не такой уж я и богатый для божиков. Вот. Божик можно, конечно, купить какой-нибудь чмошный пвпшный, но, в принципе, не буду. Так. И что там у меня с луками есть? Просто дело в том, что мне этот лук не очень нравится, на самом деле. Внешне. Вы желаете оставить на хранение нечто ценное? Вот. А у меня тут были луки покрасивее. Вот такое перо. Вот такое. Вот такое. Вот этот лук мне больше нравится. Я тоже рада тому, что ваш капитал увеличивается. Я тоже рада тому, что ваш капитал увеличивается. Самое важное, это зачалить, или нет, затрансмутить. Где трансмутить лук? Я примерно помню где, но не уверен, что там луки трансмутятся. Камень изменения, торговец материалами. Камень божиков. Я помогу вам стать опытнее. Я помогу вам стать опытнее. Разрушаемый объект. Ну все. Теперь моя лучница готова к войне. Конечно бы очень неплохо теперь доставлять вот эти вот камни в какой-нибудь шмот, например, я не знаю, в тело, к примеру. Но 6 камней в тело впихнуть, блин, это нереал, мне кажется. Это просто нереал, блин. Я в шоке. Надо таких камней просто миллиард. Просто миллиард. И неплохо бы эти тела заточить на самом деле. Вот у меня есть еще точки 58 уровня, а эти тела вообще 30-е. Насколько я знаю, не капризные и до ужаса. К точкам. Так, ладно, попробую. У меня 58, 55. Оно просто тело 30-е. Его, в принципе, можно точить и 50-ми точками. Поэтому я скину все, которые ниже 50-го. Ниже 50-го, ниже. Вот 51-е, 50-е. Вот ими буду сейчас точить. Я тоже рада тому, что ваш капитал увеличивается. Ну, значит, желтый шмот, пвпшный, тем более, он зараза точится туго-вастенько. Очень много раз может просрать. Ну, а камни вообще сюда вставлять не реал, блин. Шесть штук, блин. Триндец просто. Уф. 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 ну вот а пока что не лук еще ни разу да не просрала до 10 до последние будут 58 мы пойду куплю наверное еще камушков так значит 66 до по 200 а че нибудь попроще есть тут 64 что ли мало шестьдесят четвертых 62 а пофиг 60 тоже дорогие 190 до 200 60 и тут в принципе были немножко дешевле попробую ими поточить на 3 нет сломал ну как видно после 10 точится туговастенько и как было видно сломал сразу две или три точки получается сейчас если заточит с этими двумя черт но 58 ими даже нет смысла наверно пробовать но я попробую конечно они были не очень дорогие от эти 58 нет сразу ломаются ну вот собственно то о чем я говорил экономишь да не покупаешь точки за 200 блин и просираешь блин а купил бы за 200 эти вот да и не палился бы я и так уже просрал кучу блин сотен тысяч аден да только потому что блин не заточено да и конечно эти тут уже ломают скупой плотит дважды или трижды я уже вижу есть даже небольшая вероятность что шестьдесят шестыми сломаешь хотя не блин на 36 левелом выше да ну все короче я не буду больше точить это тупо проеб точек вот я потом как-нибудь сяду и заточу в принципе в принципе у меня еще есть ботинки наверное деньги пока есть я все-таки заточу и ботинки вот 50 и какие там смотрел были точки дешевые 50 есть там какие-нибудь 50 первые вот 51 очень дешевая прям вообще вот а ну попробуем также 55 есть такие да из 55 не очень дорогие вот вот начну точить ботинки 50 первыми до 10 заточу а да вообще до 10 заточу и все я очень сильно надеюсь что меня просто бить не будут вообще ну как бы очень надеюсь что мы будем настолько быстро убивать с моим крутым луком и кента крутым луком у него конечно круче лук хотя по дамагу меньше наверно но него зато он пвпшный он там адский дамажит уж это за . блин 50 первыми спокойно до 10 заточу сейчас надеюсь если на не накаркаю накаркаю чё бы нет но тут радует меня то что она сбивать только на 1 а не на 10 как после 10 то есть на до 10 сбивается блин до 14 ты затачиваешь думаешь вот все сейчас как заточу а хер блин 10 блин пойдет не будем ажурить а теперь самое важное что я хотел это серебряные монеты купить я там смотрел у меня их всего 28 а нужно по-моему я считал 90 что ли да или сколько я уже забыл значит мне не хватает 62 до 2 серебряные монетки 62 серебряные монетки а а а а а а зараза а штучно не подаете а а а а а а а тринадцать есть монеток нормально значит куплю за тринадцать монеток и куплю 50 монеток так а чё не прилистал вот это вот недостаточно денег. Он же жлобый. Блин, это я наоборот положил, да? Как взять их? Или я взял? Вы пришли доверить мне ВИЧ? Ня-ня. Да. Так, полечу. Докуплю вещей. У меня нужно еще плечи и штаны. Темпись. Продолжение следует... Здравствуйте. Так, не много ли я купил их? Вроде немного. Так, я хоть правильные покупаю? Парирование, атака. Вроде все правильно. И одна монетка осталась. Прям как ювелир, честное слово. Ну, все, грубо говоря. У меня фулл фиолетовый шмот. Ой, желтый шмот. Две пвпшные шмотки плюс колечко. Ой, этот сережка. В принципе, шмот дает защиту только. Если честно. Ну, ботинки хорошая штука. Вот все остальное так себе. Перчатки бы, конечно, пвпшные купить. Там еще и бонус, насколько я помню. Если одеть их, то 225 хп дадут. Это очень даже неплохо. Ну, конечно, лучше оружие в приоритете. Там неплохая прибавка к дамагу. Так, ну, что мы, собственно, имеем? Мы имеем довольно-таки неплохой лук. Актуальный на меня 36 уровень. Он, конечно, не пвпшный, но пвпшный 30 уровня. Вот, короче, как кен зайдет, он будет чуть меньше через час. Вот тогда и может быть сравнимы луки наши. У него там, конечно, однозначно, наверное, камней побольше будет и все такое. А вот по дамагу посмотрим. Скорость атаки меня интересует. И, собственно... Точности, конечно, дохера у моей пухи, блин. Прям вообще дохера. Точность магии. Нахер не точность магии. Ну, ладно. Вот. Пускай будет и точность магии. Наверное, замедление и все такое, это магия. Хотя я не уверен, что это у нас. Ладно. На этом все. А, еще, конечно, бы неплохо бы, во-первых, купить себе где-нибудь стимочек хороших, посмотреть. А титул хороший посмотреть, то у меня никаких нету. Сила магии. Ну, выберу убийцу элийцев. Вот. Охотник. Охотник на элийцев. Немножко прибавка к хп. Будет не так быстро меня убивать хотя бы. А теперь бы поискать, конечно, Стигмы. Поискать бы Стигмы. Надеюсь, Стигмы находятся в храме знаний. Надеюсь. Что я понятия не имею, где они находятся. Можно, конечно, купить, а вообще лучше вначале посмотреть, какие Стигмы у меня вообще есть. Насколько я помню, это в статусе смотрится. Так, движение, Стигмы. Ага. Неплохая стигмачка. Дыхание матери природы. Знаете, вот это, наверное, одна из самых лучших. Это бафчик на 5 минут. Вот, который мне вместо банки работает. Скорость восстановления хп и мп. Неплохая. Но она больше, конечно, поведешная. В принципе, никто не мешает мне банки жрать. Но все же. Неплохой бульсик на скорость передвижения. Если честно, вот это бы тоже я бы очень сильно хотел бы. Но он с 45 уровня. То есть, мне его не получить. Вот этот с 34. Время действия 1 минута. Перезарядка не нравится мне эта штука. Вот это уже лучше, но на 44 уровень. Не, ну конечно, вот этот прикольный и этот. Что у нас тут есть интересного? Ну, это как раз-таки отступление. Стрела молчания из 25 уровня. Тоже, наверное, какая-то стигма на сало. Ловушка ясновидения. Ставить дистанционную ловушку в радиусе 15 метров приближения противника ловушка взрывается и снимает с него маскировку. Время действия... Блин, это тоже вообще охередная штука на самом деле. Уровень 31, то есть я в принципе могу ее использовать. Здесь даже какая-то взрывная ловушка. В общем, ловушка ясновидения я считаю это очень хорошая штука на самом деле. Допустим, я от кого-то убегаю, да? Только коп ловушку поставил, блин. Побежал дальше. Я ж не знаю, там идет за мной стелсер или нет. Он однозначно либо будет обходить, либо, в общем-то, влезет в нее и слетит у него стелс. Эти стелсеры больше всего на войне мешают, если честно. Мастер боевых стигм, мастер магических стигм. Так, пилот. Что вы знаете о стигмах? Хм. Надо быть осторожнее со стигмой. Они все с 45 уровня. Что вы знаете о стигмах? Знаток стигм. Вы знаете силу стигмах? Мах, следопыт. Усыпляющая стрела. Так, отступление от... за аденку, да? А, второго уровня отступления есть. И... Это от ловушки, да? А, ловушка ясновидения. Вот это вот я хотел. Ни хера нас стоит, блин. Дыхание матери природы. И окутывающая ловушка. Очень было бы неплохо. Активировать стигму. Осколки стигмы, блин. Насколько я помню, они у меня были. Эти осколки стигмы. Наверное, в банке. Это, по-моему, стигма, да? Ливень стрел. Мне она, в принципе, не нужна. Она ПВЕшная. Я не буду ливнем стрел использовать в ПВП. Зачем, если честно? Так, где тут мои стигмочки? Есть стигмочки. Позбрасываю в банк лишнее. Здравствуйте. Эти все камушки посбрасываю. Не то, чтобы они мне сильно мешали. В ПВП-то у меня уже не будет особо много дропа. Ну, кроме тех случаев, если, конечно, кем-то меня поведет в инстанции Сиэль... Как это там называется? Уже забыл. За Бездной и, возможно, за какой-нибудь Тринькой, что ли. Ну, то есть, Серьгой или Шей. Взаимопонимание, это главное. Вот. Самое важное, это... Дыхание Матери Природы. Второе, это окутывающая ловушка. А третье, вместо ливня стрел... Я поставлю ловушку... Ясновидение. Вот. Как-то уже получше, на самом деле. Умение. Дыхание Матери Природы сюда. Ловушка ясновидения вот сюда. И окутывающая ловушка сюда. Наверное, поменяем местами, да? Ну, что так будет? Тут регенерация 50. Тут, блин, ХП восстанавливается почти как под банкой, блин. Честное слово. Вообще, идеальная. Идеальный БАВчик. Намного лучше, чем ХАВчик. ХАВчик, то сколько мне дает? 6 МП или 4 ХП. Серьезно? Здесь, блин, 50 ХП, 20 МП. Ну, вообще, божество, блин. Можно и ХАВчик не жрать. Экономить. Вот. Окутывающая ловушка, кстати, тоже очень важна, на самом деле. Почему? Потому что... У меня тут появился... Блин, надо будет макросы подготовить. Надо подготовить макросы на БАВ. И переставить раскладку клавиатуры. Вот. Добавить макрос. Назову его БАВ. Вот. Пускай будет именно такой. И сюда мы просто нам всего вставим умение. Первое у нас. Пускай будет ясновидение. Как тут его правильно сделать? Вот так вот, да? Ну, а второе. Усиление. Какого оно тут уровня? Первого. Сохранить. Ставим его вот сюда. Неправильно выбранная цель. Неверно выбранная цель. Блин. А почему? А что такое основидение? Наверное, надо... Как-то не так. Делается это. Теперь вообще не работает. Попробую через запятую. Тоже не работает. Ну, в общем, ладно. Здесь, насколько я знаю, использование макросов. А, вот, примеры есть. Я просто не поставил паузу. Пауза 2 надо ставить. Понял. Он же не может одновременно два бафа кинуть. Правильно? И поэтому ему нужно усиление. Но между ними напишем паузу. Пауза 1. Неверно выбранная цель. А во время бега... Ну, в принципе, работает. Удобненько. Можно даже сделать так, чтобы еще и дыхание Матери Природы использовалось. Если оно в откате. То есть не в откате. Пауза 1. И переставим сюда в макрос... Не макрос, умение. Дыхание Матери Природы. Сохранить. Получается вот такая вот штука, если получится, конечно. Не, не вариант. Не вариант. Этот скил лучше вручную. Он, оказывается, кастуется. Я что-то не подумал об этом. Это на самом деле очень плохо. Это сэкономит нам немножко кнопочек. А в эту кнопочку мы вставим, получается, умение. Ну, тут опять же таки много нужно будет переделывать. Но в эту кнопочку вставим умение, которое называется... Что за мина ловушка? Что за мина ловушка? Небесный огонь. Вот небесным огнем буду херячить всех, кого я или кент засунем в ловушку. Вот у меня есть ловушка, окутывающая, да? Если в нее противник попадет, то, в общем-то, можно по нем стрелять небесным огнем. Так, ну, в общем-то... В общем-то, в общем-то, в общем-то... Ну, пока не все. Пока не все. Опять же таки, я еще хотел в настройках... Так, так, так. Временные зоны. Настройка. И мне интересуют клавиши. И мне интересует... Вот это, наверное, С плюс один. Вернее, контрол плюс один и так далее. Я вот хочу сделать вот так вот. Это у меня будет вот так, вот так и вот так. И на Р у меня стелс. Ну, просто я привык уже с Варкрафта, что у меня на Р стелс. Это довольно-таки быстро получается. Нельзя использовать. Вот. И, если честно, теперь мне этот бабчик больше нравится вот тут. А на Е перевоплощение, ну, в принципе, пускай будет, почему бы и нет. Удобненько. Вот. Бабчик на Кью. Постоянно буду бегать и спамить его. Ладно, пока что все. А дальше уже буду смотреть по мере необходимости. Вот. Если что-то у меня реально будет не хватать, я буду это добавлять. А пока что все. Субтитры сделал DimaTorzok